Привет, Ютуб! Классификация не имеет никакого его смысла. По большому счету, вот эти заломные названия – это простые обозначения всем привычных в конституции человека – тощий, средний и толстый. У вас есть сомнения, что это так? Давайте проверим. Я специально немножко погуглил и расскажу вам, что такое эндоморф, эктоморф и мезоморф в соответствии с этим описанием. Итак, эктоморф. Как правило, высокий, худой, минимум мышц, плоская грудь и так далее. Мезоморф. Более атлетичный, широкие плечи, грудная клетка, мускулистые руки и ноги, количество подкожного жира невелико. Эндоморф. Характеризуется шарообразными формами, как правило, круглая голова, большой живот, широкая грудная клетка и туловище. Мизкий рост с большим количеством жира на плечах и бедрах, но тонкие запястья и лодыжки. Это вот то, что можно найти в интернете по описанию этих типов. Ну, звучит очень сильно похоже на все привычные классификации, да, на тонкие, средние, толстые. Разве нет? На мой взгляд, да. И тогда возникает вопрос, кому и зачем потребовалось так извращаться? Ответ заключается в следующем. Был такой ученый, можно сказать, по имени Уильям Шелдон, который занимался изучением строения человека с целью найти какие-то закономерности. Проблема заключается в том, что Уильям Шелдон не был биологом и он как бы не изучал строение человека, да, он был психологом и поэтому просто смотрел по внешнему виду на разных людей и пытался как-то их классифицировать. Что в итоге вылилось в его условное разделение всех людей на три типа личности, которые, в принципе, ну, не сильно отличаются от обычного житейского. И более того, несет больше проблем для особо впечатлительных новичков. Проблема заключается в том, что помимо того, что интернет завалит просто информацию об этой типологии, очень большой, просто я не знаю, какое количество людей думают, что они хардгейнеры или ехтоморфы, им нереально тяжело набрать мышечную массу, и это вообще не их, в то время как просто они не умеют нормально питаться и не умеют нормально тренироваться. Так, 99% есть, не все из тех, кто не может набрать массу, просто не ведет ли они к питанию и понятия не имеют о том, сколько на самом деле есть и сколько нужно есть, чтобы создать профицит калорий. И об этом я говорил в видео про баланс калорий. То же самое с людьми, которые считают себя эндоморфами, такими склонными к полноте. Проблема в том, что они не тренируются нормально, они не следят за питанием. Все их размышления, которые заключаются в том, что ну вроде бы я выкинул из рациона какой-то продукт и стал есть меч, это все брехня, ребят. Если вы не ведете подсчет, странно удивляться, что вы не достигаете результата. Реально, вот это было бы очень странно. Но все равно, что мы возьмем и отменим бюджетирование в стране и просто будем на обувь. Ну, вроде бы закинули туда какие-то деньги и в эту отрасль просмышленности тоже какие-то деньги. Ну, должен быть результат. А потом удивляться, почему результата нет. То же самое. Вы не можете управлять тем, что вы не измеряете. И все. Я не знаю ни одного эктоморфа или эндоморфа, у которых были бы проблемы с изменением внешнего вида, когда они подходят к этому вопросу систематизированно и действительно уделяют этому время. Более того, в конце видео я вам покажу очень интересную картинку на тему того, как можно вообще плевать на все эти типологии и спокойно менять свой внешний вид. Поэтому нет и не может быть каких-то тренировок для эктоморфов, специализированных тренировок для эндоморфов, каких-то особых программ питания. Все базовые принципы, они действуют для всех одинаково. Это как гравитация. Она действует на всех. Просто на толстых она действует сильнее, чем на худых. Но от этого ее принцип работы не меняется ни на грамм. Но я вовсе не говорю, что все люди одинаковые и должны тренироваться одинаковым образом. Нет, генетику никто не отменял и есть объективные показатели, которые отличают друг от друга людей. Например, длина рук, длина ног, длина рычагов. Второй момент – это места крепления мышц. То есть, длина особых мышц, длина сухожилий. Третий момент – это рост и вес, потому что одно и то же количество веса, скажем, 70 кг, будет совершенно по-разному смотреться на человеке метр 70 и метр 80 с ростом. То есть, чем выше, тем больше вес вам нужно будет набрать, большее количество мышечной массы, чтобы смотреться атлетично. И с этим ничего не поделаешь, трешки, генетика. Вот и все на сегодня. Что я хочу, чтобы вы запомнили из сегодняшнего видеоблога – это то, что типология разделения человека на октоморфы, мезоморфы, эндоморфы – ерунда. Женская типология на грушу, треугольничек, перевернутые часы – по большому счету, тоже ерунда. Что вам нужно знать? И я привел вам три действительно объективных параметра, которые будут влиять на ваши тренировки, на то, насколько вам будет легко прогрессировать или тяжело это делать. И они действительно объективно существуют, их нужно учитывать. Ну а теперь, как я и обещал, забавные картинки про то, как можно издеваться над этой типологией. С вами Антон Кучубов. До встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Если тебе понравилось это видео, то не забудь подписаться на канал, и тогда ты будешь первым узнавать о выходе новых образовательных, мотивационных и тренировочных видео от проекта «Воркаут фитнес городских улиц». Субтитры сделал DimaTorzok